Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня электронная торговая площадка Газпромбанка проводит для вас вебинар по теме обеспечения исполнения контракта и обеспечения гарантийных обязательств. Меня зовут Валентин Царев, я эксперт-практик в сфере закупок. Прошу вас поставить в чате плюсы, если меня видно, слышно, если вам видно презентацию. Так, уважаемые участники, вижу, что со связью все хорошо. Сначала немножко опишу регламент нашей работы сегодня. Вебинар займет примерно час. В конце вебинара постараюсь ответить на ваши вопросы. Если на какие-то вопросы ответить не успеваем, то ответим вам на них обязательно в рассылке после проведения вебинара. Также после проведения вебинара вам будут направлены презентационные материалы. Также в конце вебинара попрошу вас поучаствовать в небольшом опросе, который займет пару минут по качеству вебинара и по тематикам, которые вы хотели бы в дальнейшем услышать на вебинарах электронной площадки Газпромбанка. Итак, я думаю, что участники основные у нас подтянулись, можно начинать. Сегодня мы с вами немножко вспомним теорию, то есть мы пробежимся по случаям предоставления обеспечения исполнения контракта, по способам обеспечения исполнения, по размерам обеспечения. Также мы с вами рассмотрим свежую антимонопольную практику, которая у нас появилась в последние примерно полгода в связи с вступлением в силу изменений в федеральном законе 44 ФЗ с июля 2019 года. Итак, первый блок, о котором мы с вами поговорим, это обеспечение исполнения контракта. Еще раз повторюсь, что мы с вами вспомним теоретические аспекты, когда нужно требовать обеспечения исполнения контракта, какими способами можно обеспечить исполнение, в каких размерах нужно установить обеспечение, в каких случаях можно уменьшать обеспечение, в каких случаях обеспечение исполнения увеличивается в связи с применением антидемпинговых мер, а также разберем практику Федеральной антимонопольной службы. Итак, начнем с основного, когда заказчик должен установить в документации, в завещении о закупке, обеспечении исполнения контракта. Обращу внимание, что здесь и далее под словом обеспечения на слайдах мы понимаем обеспечение исполнения контракта в этом блоке презентации. Итак, в соответствии со статьей 96 Федерального закона 44 ФЗ, обеспечение исполнения контракта обязательно при проведении конкурса и аукциона. То есть при проведении конкурса и аукциона мы всегда устанавливаем обеспечение исполнения. При проведении запроса предложений обеспечение исполнения устанавливается только в ряде случаев в обязательном Прежде всего, это те случаи, когда запрос предложений проводится по итогам несостоявшегося конкурса или после расторжения заказчиком в одностороннем порядке контракта. Также можете для подробностей обратиться к части 2 статьи 96, где еще приведено несколько случаев, когда запрос предложений требует обеспечения исполнения контракта. Это несколько объектов закупки, в частности, закупка изделий народных художественных промыслов и закупки жилых помещений для детей-сирот у физических лиц. В иных случаях запрос предложений не требует обязательного установления обеспечения исполнения контракта, но заказчик вправе установить такое обеспечение. При проведении запроса котировок, при проведении закупки у единственного поставщика, то есть неконкурентной закупки, заказчик вправе, но не обязан установить требования об обеспечении исполнения контракта в большинстве случаев. Здесь достаточно обширный перечень случаев, когда заказчик вправе устанавливает такое обеспечение. Если вам необходимо подробнее будет ознакомиться при принятии решения, устанавливать обеспечение или нет, то обязательно посмотрите часть 2 статьи 96. Но по общему правилу еще раз скажу, что в конкурсе и аукционе всегда устанавливаем обеспечение исполнения, в запросе предложений устанавливаем в ряде случаев, в частности при проведении повторного конкурса, в запросе предложений и в иных случаях, в запросе котировок и при малых закупках у единственного поставщика устанавливаем, если это считаете сами необходимым. Таким образом, у нас закон предусматривает также случаи, когда обеспечение исполнения контракта не предоставляется, когда отдельные категории участников закупки не предоставляют такое обеспечение. Среди таких исключений казенные учреждения, если они выступают в качестве поставщика, то есть даже если обеспечение исполнения в документации установлено, то казенные учреждения освобождаются от предоставления такого обеспечения. Второе исключение – это кредитные организации, банки, когда они заключают контракт на выдачу кредита или банковской гарантии. При заключении контракта на выдачу кредита неограниченному кругу заказчиков, а вот банковская гарантия только если она выдается бюджетному учреждению или унитарному предприятию. То есть только в этих случаях банк освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта. Третий случай, когда обеспечение не требуется – это закупка среди субъектов малого предпринимательства или социально ориентированных некоммерческих организаций. В этом случае участник вправе предоставить вместо обеспечения исполнения информацию из реестра контрактов, подтверждающую, что он исполнил три контракта до подачи заявки без штрафов и пений. То есть участник вместо обеспечения исполнения, вместо банковской гарантии или денежных средств подтверждает, что он исполнил три контракта в течение последних трех лет. К нему не были применены в рамках этих контрактов штрафы и пени. При этом общая сумма цен этих трех контрактов должна быть не менее начальной максимальной цены контракта по данной закупке. Участник может предоставить любые контракты по 44 ФСЗ, заключенные, с любым предметом. То есть здесь нет привязки никакой к предмету закупки. Но здесь обращу ваше внимание, что речь идет о закупках для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных организаций. То есть не любой субъект малого предпринимательства в любой закупке может заменить обеспечение исполнения вот этой информации из реестра контрактов, а только тот участник, который принимает в закупке исключительно для СМП. Здесь также на что нужно обратить внимание, что правоприемство при этом не учитывается. То есть если участник является правоприемником других юридических лиц, то контракты тех других юридических лиц не будут учитываться, заказчик их просто не примет. Так, значит, вот это правило по поводу возможности предоставления подтверждения исполнения трех контрактов, оно действует и в случае, если применены антидемпинговые меры. Если цена была снижена на 25 и более процентов, при этом участник не должен, если участник предоставит подтверждение трех контрактов, подтверждение исполнения трех контрактов, он не должен будет предоставлять увеличенное обеспечение исполнения. То есть если антидемпинг сработал, то участник все равно может подтвердить свою добросовестность, скажем, да, тремя контрактами. Так, это что касается случаев проведения, случаев установления обеспечения исполнения и исключений, когда обеспечение исполнения не предоставляется. Следующий слайд у нас показывает размеры обеспечения исполнения контракта. Закон у нас устанавливает градацию в зависимости от начальной максимальной цены контракта. То есть при начальной максимальной цене контракта до 50 миллионов рублей включительно, размер обеспечения исполнения контракта составляет от 5 до 30 процентов начальной максимальной цены. Заказчик самостоятельно устанавливает в этом коридоре процент обеспечения исполнения контракта от НМЦК. Если начальная максимальная цена превышает 50 миллионов рублей, то нижний порог обеспечения исполнения увеличивается до 10 процентов. Соответственно, заказчик может установить обеспечение исполнения от 10 до 30 процентов начальной максимальной цены. И вот в этом случае нужно обратить внимание, что с недавнего времени обеспечение исполнения должно составлять не менее размера аванса по контракту. То есть если аванс был установлен более 30 процентов, что в принципе закон допускает, это, конечно, бывает редко на практике, но закон допускает устанавливать большие авансы. Если аванс составляет более 30 процентов, то обеспечение исполнения должно быть равно авансу. То есть если аванс 40 процентов от НМЦК, то значит и обеспечение исполнения будет 40 процентов. Под НМЦК мы здесь понимаем как начальную максимальную цену в, скажем, обычных закупках, так и максимальное значение цены контракта в закупках без определения объема. То есть когда у нас закупка проводится по цене единицы товара, в закупке нет начальной максимальной цены контракта, но есть максимальное значение цены контракта. Другой термин используется. То есть в этом случае обеспечение исполнения рассчитывается именно от максимального значения цены, а не от каких-то других ценовых параметров. Что здесь нужно отдельно о чем сказать? Тоже это нововведение, которое появилось в 2019 году. Если закупка проводится только для субъектов малого предпринимательства, для социально ориентированных некоммерческих организаций, то обеспечение исполнения рассчитываем не от НМЦК, а от цены заключаемого контракта. Но не менее аванса по контракту. То есть в документации для заказчиков, заказчикам нужно обратить внимание, что в документации закупки для СМП и СОНКа вы не сможете определить обеспечение исполнения в фиксированной сумме в рублевом выражении, потому что у вас обеспечение будет рассчитываться от цены, предложенной участникам. Поэтому определяем обеспечение исполнения в процентах, если закупка для СМП и СОНКа. А далее участник определяет размер необходимого обеспечения уже в зависимости от предложенной им цены. обращаю внимание, да, еще раз, тоже здесь тот же нюанс, что речь не обо всех с СМП, а только о закупках, проводимых исключительно среди СМП. Это у нас особая категория закупок, проводим в соответствии со статьей 30-й, 44-го федерального закона. Идем дальше, поговорим об антидемпинговых мерах. Что понимается под антидемпинговыми мерами, думаю, все знают, да, если цена на торгах снижена на 25 и более процентов от начальной максимальной цены, то есть предложена демпинговая цена, применяются специальные меры, направленные на предупреждение каких-то злоупотреблений со стороны участника. И здесь у нас есть тоже градация по начальной максимальной цене контракта. Если начальная максимальная цена составляет до 15 миллионов рублей включительно, участник, который снизил на 25 и более процентов цену, он может по своему выбору либо предоставить увеличенное в полтора раза обеспечение исполнения, либо предоставить обеспечение в стандартном размере, но при этом предоставить информацию, подтверждающую добросовестность такого участника. Что здесь понимается под добросовестностью? Здесь добросовестность подтверждаем, в принципе, очень похожим способом, как это делается при освобождении от обеспечения исполнения, о котором мы с вами чуть раньше говорили. То есть участник подтверждает добросовестность информацией из реестра контрактов, указывающей, что такой участник в течение трех лет до даты подачи заявки исполнил три контракта по 44-му закону без штрафов и пений. В чем здесь отличие от предыдущего способа подтверждения добросовестности, о котором мы говорили, здесь учитывается уже правоприемство, то есть можно приложить контракты своих прав предшественников. И здесь уже не суммируется общая сумма трех контрактов, а цена одного из контрактов должна быть не менее чем 20% начальной максимальной цены контракта. То есть обратите внимание на эти два отличия. Итак, участник может либо предоставить увеличенное обеспечение, либо подтвердить добросовестность и предоставить обычное обеспечение стандартное. Это если цена контракта до 15 миллионов рублей включительно. Если цена контракта больше 15 миллионов рублей, участника выбора нет, он обязан предоставить обеспечение в увеличенном в полтора раза размере. Здесь нужно еще обратить внимание, что также было такое нововведение в прошлом году. Если сработал антидеппинг, то выплата аванса не допускается. Если предложили цену, сниженную на 25 и более процентов, то даже если аванс предусмотрен документацией и контрактом, то такой аванс участнику выплачен не будет. На это нужно поставщику, конечно, обращать внимание при формировании своих ценовых предложений. Антидеппинг, еще раз обращаю внимание, что он применяется только в конкурсе и аукционе для запроса котировок, запроса предложений. Антидеппинговые меры не предусмотрены законом. Следующий блок информации. Поговорим с вами о способах обеспечения исполнения контракта. По выбору поставщика для обеспечения исполнения контракта может быть использована либо банковская гарантия, либо денежные средства, либо внесены денежные средства. Что касается банковской гарантии, она должна соответствовать 45-й статье федерального закона. Также она должна соответствовать дополнительным требованиям, установленным постановлением правительства. Чуть позже мы с вами тоже остановимся на этом аспекте. Что из нововведений по банковским гарантиям? В целом, точнее, по обеспечению исполнения. У нас заказчик, точнее, участник с прошлого года, середины прошлого года, закон указывает, что участник самостоятельно определяет срок действия банковской гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения исполнения. То есть не как раньше строго определен срок, да, участник сам определяет этот срок, но при этом срок действия банковской гарантии должен не менее чем на один месяц превышать срок исполнения обязательств. А речь здесь идет именно о сроке исполнения обязательств. Раньше формулировка предусматривала превышение на месяц срока действия контракта. Здесь немножко изменилась правовая конструкция, но это повлекло довольно серьезные проблемы и изменения, о которых мы тоже с вами поговорим дальше, опираясь на практику антимонопольной службы. Итак, при оформлении банковской гарантии закладываем плюс один месяц к окончанию срока исполнения обязательств. То есть если заложено, что работы должны быть выполнены до 31 декабря 2020 года, то прибавляем один месяц к этому сроку. Далее, банковская гарантия должна быть внесена в реестр банковских гарантий, который ведется в ЕИСе. В реестр включает банковскую гарантию непосредственно банк, то есть участнику здесь только нужно отследить, чтобы банк сделал это до заключения контракта. Банковская гарантия предоставляется при подписании проекта контракта здесь без изменений. Что касается еще нововведений, в случае отзыва лицензии у банка в течение срока исполнения контракта, в течение срока действия контракта, участник должен предоставить новую банковскую гарантию. При этом обязанность по контролю за отзывом лицензии возложена законом на заказчика, а не на поставщика. То есть именно заказчик должен отследить факт отзыва лицензию банка, направить соответствующее уведомление участнику о необходимости предоставления новой банковской гарантии, после чего у участника есть месяц на то, чтобы обновить банковскую гарантию. Если участник вносит к обеспечению исполнения денежными средствами, такие денежные средства вносятся на указанный заказчиком счет. Такие средства должны обязательно поступить заказчику до заключения контракта, чтобы заказчик убедился в их поступлении. И рекомендуется такие средства вносить лично, то есть не вносить обеспечение исполнения от третьего лица. Чуть позже мы с вами рассмотрим случай из практики, связанный с внесением обеспечения исполнения третьим лицом. Участник выбрал способ обеспечения, предоставил обеспечение соответствующим способом, но в ходе исполнения контракта участник может изменить способ обеспечения. Что для этого нужно? Предоставить новое обеспечение, то есть оформить новую банковскую гарантию, либо зачислить денежные средства на счет заказчика. Уведомить об этом заказчика, в том числе в качестве рекомендации необходимо подать заказчику заявление о возврате денежных средств. В течение 30 дней заказчик обязан вернуть денежные средства, ну если речь идет о замене денежных средств на банковскую гарантию. В течение 30 дней заказчик обязан будет вернуть такие денежные средства, если закупка проводилась только среди субъектов малого предпринимательства социально-ориентированных организаций, то в течение 15 дней. Еще раз, да, обращу внимание на то, что привязка сейчас срока действия банковской гарантии идет не к сроку действия контракта, а к сроку исполнения обязательств по контракту. Срок действия гарантии самостоятельно определяет сам участник. Так, коллеги, вижу в чате вопросы, я думаю, что сначала мы разберем материал презентации, в конце мы с вами пробежимся по всем вопросам. Следующая информация, которую я хочу с вами поделиться, это уменьшение размера обеспечения исполнения контракта. Это тоже нововведение, которое появилось в прошлом году в законе. Заключается оно в том, что если контракт предусматривает исполнение по этапам, то размер обеспечения подлежит уменьшению в ходе исполнения такого контракта. Заказчик должен принять и оплатить те товары, работы и услуги, которые предусмотрены отдельным этапом контракта, в сроки, предусмотренные контрактом, и внести информацию об исполнении и об оплате в реестр контрактов. То есть только после этого факта можно говорить об уменьшении размера обеспечения, только если этап принят и оплачен заказчикам, информация внесена в реестр. Также уменьшение обеспечения исполнения возможно только в том случае, если у поставщика нет задолженности по штрафам пенем, которые были начислены заказчиком в рамках контракта. Если был предусмотрен контрактом аванс, то должны быть выполнены обязательства по контракту в размере полученного аванса. То есть к моменту уменьшения размера обеспечения поставщик должен исполнить те обязательства, которые авансировались по контракту. Ну и еще одно исключение, точнее еще одно требование к условиям, необходимым для уменьшения размера обеспечения, что контракт не относится к случаям, когда такое уменьшение недопустимо. То есть правительство у нас может напрямую установить случаи, когда уменьшение размера обеспечения исполнения недопустимо. Насколько мне известно, на данный момент таких актов правительства не принято. Что происходит с банковской гарантией в случае уменьшения размера обеспечения исполнения? Банковская гарантия остается, то есть предоставление новой не требуется, но происходит отказ заказчика от части своих прав по банковской гарантии. Что это означает? Что заказчик может предъявить требования по гарантии только в той части, в которой не исполнен контракт. То есть по сути сумма, обеспечиваемая банковской гарантией, уменьшается на размер исполненных обязательств по контракту. Тех обязательств, которые были приняты, оплачены и информация об исполнении оплате которых была размещена в реестре контракта ПИС. То есть с банковской гарантией в принципе делать ничего не нужно. Что происходит с денежными средствами, предоставленными в качестве обеспечения исполнения, если размер обеспечения исполнения уменьшается? Заказчик обязан вернуть средства в срок 30 дней или 15 дней, если закупка была среди СМП, СОНК, с датой исполнения обязательств. При этом в законе в части 7.2 ст. 96 прямо указано, что основанием для возврата части этих денежных средств служит заявление поставщика. То есть поставщикам рекомендация, если вы исполнили этап контракта, получили по нему средства, если вы оплатили все штрафы начисленные или если этих штрафов не было, то подавайте смело заказчику заявление письменное на основании части 7.2 ст. 96 с указанием суммы, которую вы требуете вернуть в связи с частичным исполнением контракта. Едем дальше. Что касается теории по обеспечению исполнения контракта, мы, в принципе, с вами все рассмотрели. Сейчас мы перейдем к практике Федеральной антимонопольной службы. В основном рассмотрим те случаи из практики, которые появились за последнее время в связи с принятием изменений в Федеральный закон 44 ФЗ в 2019 году. На что нужно обращать внимание заказчику? Сначала разберем первый тезис, который вы видите на слайде. Заказчику необходимо в проекте контракта обязательно указывать срок возврата денежных средств, в том числе срок частичного возврата денежных средств в случае уменьшения обеспечения исполнения, и обязательно указывать дату, с которой исчисляется такой срок. Дата эта является датой исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактов. Что здесь важно? Исходя из практики ФАС, очень много в последнее время похожих решений принято. Здесь на слайде приведены только два примера, на самом деле их гораздо больше. Не допускается вот этот срок возврата денежных средств, 30 дней или 15 дней, исчислять от каких-то других событий, кроме как от исполнения поставщиком предусмотренных обязательств. То есть нельзя исчислять срок с направления поставщиком письменного завеления на возврат с момента размещения в ЕИ с информацией об исполнении. То есть для формального соблюдения закона нужно отсчитывать этот срок от даты исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом. То есть дата подписания акта приемки. Можно таким образом это описывать. Здесь тот случай, наверное, когда лучше использовать формулировки из закона, при этом нужно установить конкретный срок, он может быть и меньше 30 дней, и 15 дней, если закупка среди СМП. Вы можете сами его определить. Главное, чтобы он укладывался в предусмотренный законом срок и чтобы из контракта четко следовало, с какой даты исчисляется срок. То есть дата подписания акта, подтверждающего исполнение поставщиком предусмотренных контрактом обязательств. Можете ознакомиться, в частности, с этими решениями Управления федеральной антимонопольной службы. Там в действиях заказчика выявлено нарушение в связи с тем, что он не указал срок возврата денежных средств. Далее, второй тезис, который вы видите на слайде. Если контрактам было предусмотрено поэтапное исполнение, то в контракт нужно обязательно включать условия об уменьшении размера обеспечения исполнения контракта. При отсутствии такого указания мы видим из практики, что ФАСы также штрафуют заказчика, предписывают внести соответствующие изменения в контракт. Третий тезис на слайде. Часть третья статьи 96 Федерального закона 44 ФЗ. То, о чем мы с вами уже чуть выше говорили. Это то, что привязка срока действия банковской гарантии должна быть не к сроку действия контракта, как раньше, а к сроку исполнения обеспечиваемых такой банковской гарантией обязательств. То есть это тоже нужно учитывать в документации, в контракте. Есть антимонопольная практика. Таких случаев ни один и ни два. То есть здесь на слайде приведены только некоторые решения, как пример. Далее, следующий тезис, тоже на который нужно обратить внимание заказчику. Часть третья статьи 96 закона 44 ФЗ предусматривает, что срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия, срок исполнения обязательств не менее чем на один месяц, в том числе в случае изменения срока исполнения. То есть если меняется срок исполнения обязательств по контракту, если отодвигается срок выполнения работ, то поставщик должен предоставить новое обеспечение исполнения контракта. Это прямо следует из части 3 статьи 96. Поэтому в качестве рекомендации нужно и это требование включать в контракт, чтобы было на что сослаться при требовании от поставщика нового обеспечения исполнения в случае продления срока исполнения обязательств. Следующий тезис, часть шестая статьи 96. Тоже мы об этом с вами чуть выше говорили. Если закупку проводим только среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, то расчет обеспечения исполнения проводим не от цены, точнее не от НМЦК, а от цены заключаемого контракта. Есть решение УФАС, где заказчик, из которых следует, что были выявлены нарушения в действиях заказчика, который в документации рассчитывал обеспечение в закупках для СМП от НМЦК. Это неправильно. То есть обеспечение исполнения контрактов в таких закупках становится понятным, в рублемом выражении, после того, как определен победитель, определенная цена победителя, цена предложенной победителем. Далее, часть 8.1 статьи 96 федерального закона. При закупке, проводимой только для СМП с СОНК, нужно включать документацию в контракт условия о том, что победитель может не предоставлять обеспечение исполнения, если предоставит информацию, подтверждающую добросовестность. То, о чем мы с вами говорили в начале вебинара. Вот это требование к контракту, да, оно не следует из закона. То есть в законе нет указаний, что эту норму нужно включать в проект контракта. Но ФАС считает по-другому. ФАС считает, что нужно обязательно его включать, что участник должен быть проинформирован и в документации, и в контракте о том, что он может не предоставлять обеспечение, если предоставит информацию, подтверждающую его добросовестность. Следующий тезис, четвертый на слайде, часть 30, статьи 34. Тоже о нем мы с вами уже сказали сегодня. Включаем в контракт обязательство предоставить новое обеспечение в случае отзыва лицензии. Тоже ФАС считает это нарушением. И штрафует за отсутствие такого условия в контракте. Последний тезис на слайде, часть 13, статьи 37 закона 44 ФЗ. Рекомендация заказчикам. Если предусмотрен аванс, нужно включать в контракт условия о том, что выплата аванса при исполнении контракта заключенного с участником, предложившим демпинговую цену, не допускается. Зачем это нужно? Если мы это не включим в контракт, несмотря на то, что это в законе предусмотрено, вам придется выплачивать в нарушении закона участнику аванс, потому что в контракте у вас предусмотрен аванс. Если участник демпинговал, то аванс вы ему не выплачиваете и обязательно указываете это условие в контракте, потому что в этом случае авансы не производятся. С выводами для заказчика мы с вами закончили. Перейдем к тому, на что нужно обратить внимание поставщикам. Я думаю, что поставщики у нас среди участников тоже есть. Итак, на что нужно в первую очередь обратить внимание. Естественно, нужно проверять банковскую гарантию, предоставляемую в качестве обеспечения, на соответствие статье 45 закона 44 ФЗ и дополнительным требованиям к банковским гарантиям, которые установлены постановлением правительства 1005. В законе и в постановлении есть четкий перечень, четкий закрытый перечень случаев и условий, точнее, закрытый перечень условий, которые должны быть в банковской гарантии, и закрытый перечень тех условий, которые не допускается включать в банковскую гарантию. То есть четко следуем нормам закона, проверяем все пункты, которые включил банк в банковскую гарантию, и в случае необходимости направляем свои замечания банку. Вторая рекомендация, если заказчик приложил к документации закупочной рекомендуемую форму банковской гарантии, используйте по возможности эту рекомендуемую форму. Третья рекомендация, которая, к сожалению, не всегда работает, не всегда она допустима. Кроме того, по возможности нужно согласовывать проект банковской гарантии с заказчиком. Конечно, не все заказчики идут на такое согласование, не все идут навстречу поставщикам, потому что согласование банковской гарантии, проекта банковской гарантии законом не предусмотрено, заказчики часто ссылаются на это. И даже если заказчик согласовал вам как участнику проекта банковской гарантии, то это согласование не будет гарантировать то, что заказчик в дальнейшем примет такую банковскую гарантию, он может выявить несоответствие закону, документации и отклонить ее. И вот приведенное здесь решение Мордовского УФАС, насколько можно понять из текста решения, оно как раз иллюстрирует ту ситуацию, когда участник сначала направил на согласование банковскую гарантию, но по итогу получил отклонение этой банковской гарантии от заказчика. То есть согласование о банковской гарантии ему не помогло. И вот в связи с этой проблемой поступил нам еще вопрос от одного из участников вебинара. Участник предложил, почему бы не обязать заказчиков публиковать свою форму банковской гарантии или разработать стандартный текст банковской гарантии и закрепить его на уровне подзаконных актов. Выскажу здесь свое мнение на этот вопрос. Обязать заказчиков предоставлять в составе документации свою форму обязательно для банковской гарантии, на мой взгляд, это не решит проблему, а только может ее усугубить, потому что обязательная банковская гарантия, разработанная юристами или контрактной службой заказчика, может не соответствовать представлениям о правильности банковской гарантии юристам банка. То есть вы принесете форму заказчика, а банки вам просто откажутся выдавать гарантию на таких условиях. То есть вариант, на мой взгляд, нерабочий. Вариант, если законодатель установит в законе типовую форму банковской гарантии. Я считаю, что он возможен. Сейчас у нас законодательство идет к тому, чтобы унифицировать все документы, имеющиеся в 44-м федеральном законе. То есть вводятся типовые формы заявок, планируется введение типовых форм документации о закупке. Я думаю, что может дойти и до типовой формы банковской гарантии. Но в отсутствии стандартного текста банковской гарантии в законе у нас сейчас с вами один выход. Для поставщиков нужно внимательно читать каждый пункт статьи 45 федерального закона, постановление 1005, сверять каждую формулировку с текстом банковской гарантии, которую выдал банк, направлять по возможности на согласование заказчику проект банковской гарантии, если заказчик идет на такое взаимодействие. В случае, если заказчик отказывает в принятии банковской гарантии, в принципе, для заказчика здесь невозможно, нету такого, нет возможности для самодеятельности какой-то. У нас в законе есть четкий перечень условий, которые должны быть в банковской гарантии и которых не может быть. Если этим условиям гарантия соответствует, заказчик ее должен принять. Если заказчик придумывает какие-то свои условия, то это повод для обжалования в фасе его действий. К сожалению, на данный момент нужно внимательно относиться к составлению проекта банковской гарантии, четко чтобы соблюдались все требования, указанные в законе. На что еще хотелось бы обратить внимание поставщиков. Обращайте внимание на сумму банковской гарантии. Часто бывает, что ошибаются в копейках, то есть могут ошибиться в сумме банковской гарантии на одну копейку, в результате чего приходится переоформлять гарантию, за что платить дополнительные тарифы банку. Либо, что еще хуже, заказчик не принимает такую банковскую гарантию, признает участника, уклонившимся от заключения контракта. Особенно на сумму нужно обращать внимание, если применены антидемпинговые меры, если закупка была среди СМП, когда сумма банковской гарантии считается от цены, предложенной участником, а не от НМЦК. То есть, пожалуйста, учитывайте это в своей работе. Также, поскольку у нас закон теперь оставляет на откуп участнику определение срока действия банковской гарантии, то участник должен сам определить ее сроки. При определении сроков действия банковской гарантии нужно учесть то, что необходимо некоторое время на заключение контракта. То есть, если в проекте контракта не указаны конкретные сроки в календарных датах, сроки исполнения обязательств, то участник сам должен будет посчитать срок действия банковской гарантии, сложив срок исполнения контракта, прибавив к нему срок, необходимый на все действия по заключению контракта на площадке и в единой информационной системе, и прибавив к этому сроку минимум месяц после окончания исполнения обязательств. Лучше, естественно, закладывать с небольшим запасом сроки действия банковской гарантии, чтобы, опять же, не получить отклонение, не попасть в РНП. Ну и простая рекомендация, банковскую гарантию нужно оформлять заранее. Учитывайте то, что банк должен ее успеть разместить в реестре в единой информационной системе. Единая информационная система у нас не всегда работает идеально, то есть могут быть периоды недоступности этого функционала. Если у вас сегодня крайний срок подписания проекта-контракта у участника, я имею в виду, то вы сегодня же получили гарантию, банк должен сегодня же ее внести в реестр банковской гарантии, то вы можете просто не успеть все эти действия выполнить. Оформляйте заранее хотя бы за два дня банковскую гарантию. Что касается денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта, рекомендация участникам, если вы не хотите рисковать, лучше не перечислять денежные средства от третьего лица. То есть хотя у нас гражданский кодекс выпускает, разрешает исполнение обязательств третьим лицом, практика и позиции органов государственной власти на этот счет неоднозначные, разные. Так, например, еще Минэкономразвитие, когда у нас был регулятором в сфере контрактной системы, издали письмо, ну, естественно, это было только мнение Минэкономразвития, в котором сделали вывод, что возможность предоставления обеспечения исполнения контракта третьим лицом законом не предусмотрена. Многие заказчики письмом этим руководствуются, руководствуются такой же логикой и могут не принять обеспечение от другого, поступившего от другого юридического лица. Хотя есть и противоположная практика, вот здесь на слайде вы видите ссылку на постановление арбитражного апелляционного суда. Тогда суд сделал вывод, что у заказчика не было оснований для непринятия обеспечения исполнения контракта от третьего лица. Как раз этот вывод был сделан на основании общих норм гражданского законодательства Российской Федерации. Коллеги, далее переходим с вами к более свежей теме, к обеспечению гарантийных обязательств. Обеспечение гарантийных обязательств у нас требуется с июля прошлого года. Рассмотрим случаи, когда необходимо устанавливать обеспечение гарантийных обязательств. Рассмотрим размеры, способы, сроки предоставления. И некоторые случаи из практики антимонопольной службы. Итак, когда необходимо предоставлять обеспечение гарантийных обязательств? В соответствии с статьей 96 федерального закона 44 ФЗ в конкурсе, в аукционе, в запросе предложений необходимо всегда устанавливать обеспечение исполнения гарантийных обязательств, если заказчикам установлена гарантия на товар, работу, услугу. То есть если есть гарантийные обязательства, то есть и обеспечение гарантийных обязательств. До сих пор встречаются случаи в практике, очень много на этот счет решений ФАС, когда заказчики забывают установить обеспечение гарантийных обязательств, установив гарантию на товар. Не забывайте, пожалуйста, об этом. Так, с конкурсом, аукционным запросом предложений разобрались. Здесь запрос котировок, закупку у единственного поставщика, обеспечение исполнения гарантийных обязательств не требуется, не обязательно, скажем. Из чего мы сделали эти выводы? Исходя из буквального толкования части 1 статьи 96 федерального закона 44 ФЗ. Поясню здесь, что часть 1 статьи 96, которая нам повествует про обеспечение исполнения, про обеспечение гарантийных обязательств, она предусматривает, что обеспечение гарантийных обязательств должно быть установлено в извещении об осуществлении закупки, в документации о закупке и в проекте контракта. Буквально толкуя эту норму, можно сделать вывод, что поскольку в запросе котировок документации нет, в закупке у единственного поставщика вообще нет ничего выше перечисленного, то есть ни документации, ни извещения, ни проекта контракта, есть только контракт. Следуя этой буквалистской логике, делаем вывод, что в запросе котировок, в закупке у единственного поставщика обеспечение гарантийных обязательств, не требуется. Это если толковать закон буквально. Есть альтернативные... А, но здесь еще обращу внимание на то, что у нас есть часть 2 статьи 96, в которой указано случай, когда заказчик вправе установить обеспечение, вправе он не обязан, но в части 2 статьи 96 законодатель забыл или намеренно не указал про обеспечение гарантийных обязательств. То есть случаи, когда заказчик вправе установить обеспечение, обеспечение, они относятся только к обеспечению исполнения контракта, если буквально толковать закон. Из этого буквального толкования мы делаем вывод, что в конкурсе, аукционе, запросе предложений, где у нас есть и извещение, и документация, и проект контракта, обеспечение исполнения гарантийных обязательств необходимо всегда, если установлена гарантия, а в других способах закупки, в запросе котировок, в закупке единственного поставщика, обеспечение исполнения гарантийных обязательств не требуется. Есть другое мнение, да, здесь пока, к сожалению, практикой не сформировано единого подхода к этой ситуации, по крайней мере, мы с коллегами не нашли каких-то решений, связанных с применением гарантийных обязательств к запросу котировок, например, и к закупкам единственного поставщика. Есть альтернативное мнение действовать в точности, как действуем при установлении обеспечения исполнения контракта, а именно при конкурсе, аукционе, устанавливаем обеспечение гарантийных обязательств всегда, если установлен гарантийный товар, при запросе предложений в ряде случаев, о которых мы с вами говорили в начале вебинара, при запросе котировок, закупке единственного поставщика, заказчик вправе установить обеспечение гарантийных обязательств. То есть вот учитывайте, пожалуйста, что есть две позиции, здесь, наверное, обе имеют право на жизнь, но все-таки, учитывая то, как применяется в целом практика, по 44-му закону, чаще всего контрольные органы применяют буквальное толкование норм, и если следовать этому буквальному толкованию, то нужно руководствоваться вот первой точкой зрения, которую в начале слайда вы видите, то, что конкурс аукцион запрос предложений требует установления обеспечения исполнения гарантийных обязательств во всех случаях, если установлена гарантия. В иных случаях установление обеспечения исполнения гарантийных обязательств не обязательно, но вы можете его установить, если считаете необходимым, если у вас есть обоснование такой необходимости. Итак, если установили гарантию на товар, работу, услугу, то устанавливаем обеспечение исполнения, обеспечение гарантийных обязательств, если быть точнее. Здесь нужно разобраться, в каких случаях мы устанавливаем гарантию на товар. Закон говорит, что требования к гарантии и качеству устанавливаются заказчиком при необходимости. То есть заказчик сам определяет необходимость установления гарантии. Только лишь при закупке машинного оборудования, установление гарантийного срока, гарантийных обязательств обязательно. Об этом говорит часть 4 статьи 33 закона 44 ФЗА. Срок гарантии заказчик определяет самостоятельно, здесь каких-то ограничений нет. При установлении гарантийных обязательств нужно руководствоваться гражданским кодексом, нужно руководствоваться типовыми контрактами, типовыми условиями контрактов по закону 44, если они приняты. Закон 44 сам очень скупо нам говорит о гарантийных обязательствах, не дает толком ни определений, ни порядка установления гарантий на товар. Поэтому необходимо руководствоваться общими нормами законодательства. Идем дальше, рассмотрим с вами размеры обеспечения гарантийных обязательств, способы обеспечения. Размеры обеспечения гарантийных обязательств устанавливаются заказчикам также самостоятельно, возвещения о закупке и должны составлять не более 10% начальной максимальной цены. То есть нижнего порога нет, есть верхний порог. Поскольку нижнего порога нет, то можно устанавливать и минимальное, чисто формальное обеспечение. Если вы считаете, что обеспечение в размере 5-10% может сделать закупку нерентабельной для поставщика, то устанавливайте минимальное обеспечение. Никто не запрещает установить, например, размер обеспечения 0,01, 0,001 от начальной максимальной цены контракта. И в ЕИС есть масса таких закупок с минимальным обеспечением гарантии. Гарантийные обязательства обеспечиваются ровно теми же способами, которыми обеспечивается обеспечение исполнения контракта. Банковская гарантия, денежные средства. В том числе можно менять способ в ходе исполнения. Здесь все аналогично. В чем отличие от обеспечения исполнения контракта? Закон не предусматривает возможность освобождения от предоставления обеспечения. То есть вот эти все поблажки казенным учреждениям, СМП, в закупках только для СМП, они здесь не действуют. Далее, уменьшение размера обеспечения в ходе исполнения контракта не предусматривается, тоже в отличие от обеспечения исполнения контракта. Это прямо у нас в законе не указано, но в принципе это следует из логики. И такой же вывод сделан и Минфином в письме, которое вы видите в конце слайда. Письмо Минфина разбирает некоторые ситуации применения обеспечения гарантийных обязательств. Сможете посмотреть сделанные там выводы. Что касается срока действия банковской гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения гарантийных обязательств, здесь аналогично срок должен превышать не менее чем на один месяц срок исполнения обязательств, в данном случае гарантийных обязательств. То есть если гарантия на строительную работу 5 лет, то 5 годам прибавляем 1 месяц и зачисляем денежные средства в этой сумме на счет заказчика, либо оформляем банковскую гарантию. Срок возврата денежных средств, предоставленных в качестве обеспечения гарантийных обязательств, составляет 30 дней. По общему правилу 15 дней, если закупка для СМП СОМКа с датой исполнения гарантийных обязательств. Здесь срок применяется по аналогии, он тоже не установлен в законе, но сейчас сформировалась позиция, подтвержденная уже Минфином и ФАСом, что срок возврата аналогичный сроку возврата обеспечения исполнения контракта. На следующем слайде, который вы сейчас видите, проведены отличия обеспечения гарантийных обязательств от обеспечения исполнения контракта. Отличия я только что озвучил, поэтому повторяться не буду, просто для удобства можете еще раз с ними ознакомиться. Отдельно остановимся с вами на сроке предоставления обеспечения. Нужно понимать, что есть два понятия. Срок предоставления обеспечения гарантийных обязательств и срок, на который предоставляется такое обеспечение. Срок предоставления обеспечения гарантийных обязательств, он определяется в контракте, но обеспечение должно быть предоставлено до приемки товара, работы услуги. Срок, на который предоставляется обеспечение, зависит от срока самих гарантийных обязательств. На что здесь нужно обратить внимание. Часть 7.1, статья 94, процитированная здесь, говорит о том, что оформление приемочных документов, за исключением отдельных этапов исполнения контракта, осуществляется только после предоставления обеспечения гарантийных обязательств. И осуществляется оформление документа о приемке в порядке и сроке, которые установлены контрактом. И в контракте необходимо предусматривать порядок и сроки предоставления обеспечения гарантийных обязательств. То есть в контракте нужно установить конкретный срок, конкретный порядок предоставления такого обеспечения. Практика здесь исходит из того, что недостаточно в контракте указать общую фразу из закона. Недостаточно указать обеспечение гарантии, предоставляется до подписания заказчикам акта приемки, как в законе. ФАС находит это нарушением и требует устанавливать конкретные сроки, которые участник должен предоставить обеспечение. На следующем слайде мы с вами посмотрим выводы из практики. Первый тезис на слайде в соответствии с частью 1 статьи 96 с закона нужно не забывать устанавливать обеспечение гарантийных обязательств, если вы установили гарантию, об этом мы уже говорили. Обращаем внимание, что за неустановление обеспечения предусмотрен штраф кодексам административных правонарушений в размере 3000 рублей. Решений ФАСовских на этот счет масса, здесь приведено только два, на самом деле их там десятки, если не сотни. Второй тезис на слайде, то, о чем мы с вами только что говорили, недостаточно указать общую фразу о том, что обеспечение нужно предоставить до подписания заказчикам акта. Нужно установить порядок и конкретный срок предоставления обеспечения. Итак, что можно здесь рекомендовать заказчикам? Нужно максимально подробно описывать в контракте предоставление обеспечения гарантийных обязательств. Вы указываете сроки предоставления. Например, можно указать срок в формате, что участник одновременно с актом приемки, одновременно с накладными на товар предоставляет обеспечение гарантийных обязательств. Здесь со сроками нужно быть осторожным, потому что становление какого-то необоснованного срока, например, в течение трех дней после заключения контракта, если вы потребуете, это может, конечно, вызвать вопросы в пассе. Если ваш контракт долгосрочный, например, предписание первого акта приемки предусмотрено в конце года, а вы в начале года требуете с участника обеспечения гарантийных обязательств. В этом, конечно, логики нет. Здесь перегибать палку с установлением сроков тоже не стоит. Важно установить срок, да, то есть привязать его либо к каким-то событиям, например, к предоставлению актов приемки, либо установить его в календарных датах, в днях, в календарных, в месяцах и так далее. Также, что рекомендуется указывать в контракте относительно обеспечения гарантийных обязательств, можно предусмотреть сроки рассмотрения заказчикам предоставленного обеспечения. То есть вы можете, например, заложить в контракт, что вы рассматриваете в те же сроки, что и рассматриваете акт приемки. То есть одновременно с актом приемки поставщик предоставляет обеспечение, вы одновременно рассматриваете документы, принимаете решение. Далее. В законе никак не описан порядок действий, если участник предоставил банковскую гарантию, не соответствующую требованиям закона. Но если он не зачислил средства в качестве обеспечения гарантийных обязательств, то есть не описан порядок дальнейшего взаимодействия. Поэтому целесообразно описать это в контракте. Например, можно предоставить участнику срок на повторное предоставление обеспечения гарантийных обязательств. В законе на это запрета нет. Можете не предоставлять такой срок. То есть здесь на усмотрение заказчика, но, конечно, рекомендуется все эти случаи в контракте регламентировать, чтобы было на что, на какие нормы ссылаться при взаимодействии с поставщиком. Также необходимо обратить внимание на то, что если товар, например, товар заменяется по гарантии, да, по идее у нас начинает течь гарантийный срок на товар заново. Необходимо ли в этом случае предоставлять, продлевать обеспечение гарантийных обязательств? Тоже вопрос абсолютно никак не урегулирован. Это тот момент, который вы можете самостоятельно установить в контракте. Ну и не забываем, что без предоставления обеспечения не следует подписывать предоставленные поставщиком, подрядчиком-исполнителем акты, акты приемки. Итак, что еще касается выводов из антимонопольной практики? В целом, из логики, да, закона. Обращу внимание заказчиков, что нельзя требовать обеспечения гарантийных обязательств одновременно с заключением контракта. Оно должно быть предоставлено с момента заключения контракта до момента приемки. Почему нельзя это делать? Потому что основное обязательство по контракту при заключении контракта еще не возникло. Как можно обеспечивать гарантию, если не возникло еще основное обязательство? Следующий тезис на слайде. Нельзя привязывать срок обеспечения гарантийных обязательств к сроку действия контракта. То есть привязываемся всегда к сроку исполнения обязательств по контракту, а не к сроку действия контракта. Здесь абсолютно аналогично обеспечение исполнения контракта. Последний тезис мы с вами рассмотрим по поводу срока годности товара и гарантийного срока, как эти два понятия соотносятся. Возникают споры на этот счет, но в соответствии с гражданским законодательством срок годности и гарантийный срок – это разные понятия. Срок годности – это срок, в истечении которого товар считается непригодным для использования по своему целевому назначению. Гарантийный срок – это срок, в истечении которого товар пригоден для целей, для которых товар такого рода обычно используется, и в истечении которого устраняются недостатки такого товара. Ну, говорим про товар, да, подразумеваем, что и для работы, и, возможно, для услуги. То же самое применяется. То есть понятия разные, но сейчас вот формируется практика ФАС. К сожалению, пока только одно решение подобного по этой тематике удалось найти. Формируется практика, что установление требований к обеспечению гарантийных обязательств в течение срока годности правомерно. То есть заказчик может приравнять эти сроки. По сути, вот в приведенном решении Владимирского УФАС УФАС сделал вывод, что заказчик установил требование гарантии качества на поставленный товар, на лекарственные средства и установил срок предоставления гарантии качества. И срок гарантии качества он приравнял к остаточному сроку годности товара. То есть, по сути, он установил гарантийные обязательства, а срок этих гарантийных обязательств установил равным остаточному сроку годности товара. И, следовательно, поскольку он установил гарантийные обязательства, он установил и обеспечение гарантийных обязательств. Так вот, ФАС Владимирской области сделала вывод, что действия заказчика правомерны, что можно приравнять остаточный срок годности к гарантийному сроку. Но здесь, коллеги, я, конечно, не буду вам рекомендовать так же делать, потому что практика устойчивая, пока не сформирована, нужно отслеживать эту ситуацию. Конечно, в таком установлении подобной конструкции есть определенные риски. Если вы приравниваете срок годности к гарантийному сроку, при этом устанавливаете обеспечение гарантийных обязательств, нужно иметь под это хорошее обоснование, с которым вы можете смело пойти и защитить позицию своего заказчика в федеральной антимонопольной службе. Итак, мы с вами разобрали материал вебинара, сейчас посмотрим вопросы. К сожалению, времени у нас уже осталось совсем мало. Мы постараемся на основные ответить. Так, спрашивают, если контракты были подрядные, такие могут быть приняты в качестве замены денежного или БГ-обеспечения? Вы имеете в виду, наверное, ситуацию, когда участник подтверждает добросовестность вместо предоставления и обеспечения исполнения контракта? Да, вполне могут быть приняты подрядные контракты. Любые контракты по 44-му федеральному закону. Ирина Григорьева пишет, можно ли предоставить информацию о контрактах, если фирма имеет опыт поставки около одного года? Ограничений по опыту участника в данном случае нет. То есть в качестве подтверждения добросовестности вы можете предоставить три исполненных контракта в течение последних трех лет. Они могут быть исполнены хоть в течение последних трех месяцев. Главное, чтобы они не были старше, чем три года. То есть акты по этим контрактам должны быть подписаны в течение трех лет до подачи заявки. Именно не сами контракты, а работы должны быть заактированы. Поставка товара должна быть заактирована в течение трех лет. Если опыт около одного года, и у вас есть три таких контракта, то прекрасно, да, они подойдут. Так, Татьяна задает примерно тот же вопрос. Контракты любые? Да, добросовестность можно подтвердить любыми контрактами по 44-м федеральному закону. Алексей пишет, контракты давно выполнены, а в базе висит исполняется. Какую информацию предоставлять? Алексей, я думаю, в таком случае можно предоставить и ссылки на реестр контрактов, и одновременно обязательно предоставить акты, подтверждающие исполнение. Если из ЕИС не следует, что они исполнены, то лучше подстраховаться, предоставить по максимуму документы. А в принципе сейчас практика складывается так, что достаточно предоставить даже ссылки на ЕИС с исполненными контрактами. Естественно, если в ЕИС есть вся информация необходимая, и если в ЕИС контракт значится как исполненный. А в вашем случае, да, предоставьте документы дополнительно, которые подтверждают исполнение. Александр спрашивает, допустимо ли внесение обеспечения учредителям физическое лицо за ООО путем перевода через мобильный банк. Документом подтверждения внесения обеспечения является электронная квитанция. Мы об этом с вами говорили, да, что учредитель по отношению к ООО, он является третьим лицом фактически, несмотря на то, что он учредитель. Третье лицо может исполнять в соответствии с ГК. Но действуя таким образом, вы, конечно, рискуете, потому что заказчики многие считают по-другому и могут признать вас уклонившимся от заключения контракта. В суде, скорее всего, вы сможете оспорить действия заказчиков, учитывая имеющуюся судебную практику, но вопрос, стоит ли доводить до судебных разбирательств. Так, Олег спрашивает, а если снижения на 25% и более не было, обеспечение платить надо обязательно? Или также можно предоставить сведения добросовестности? Если обеспечение, если снижения не было, то обеспечение нужно предоставлять в соответствии с документацией в стандартном размере. То есть добросовестность вы не сможете здесь приложить. Но если вы говорите про закупки среди СМП и вы имеете три исполненных контракта, то да, вы можете подтвердить добросовестность. Если закупка не среди СМП и снижения не было, то вы предоставляете обеспечение исполнения в соответствии с документацией, и здесь добросовестность вы не можете подтвердить. То есть в случае с применением антидемпинговых мер, подтверждение добросовестности – это альтернатива увеличенному обеспечению исполнения. То есть если вы не хотите больше средств направлять на обеспечение исполнения, вы можете подтвердить свой опыт и предоставить стандартное обеспечение. Надеюсь, это понятно. Опять же, Олег спрашивает. Мы встречали в документации требование, что банковская гарантия должна быть предоставлена в форме документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью. Но банк обычно предоставляет участнику скан с печатью. Что здесь правомерно? Что будет делать заказчик, указав такое требование? В случае, если участник предоставит только скан банковской гарантии. Ну, я считаю, что такое требование, наверное, избыточное, учитывая, что закон таких требований не предъявляет и не ограничивает участников в том, чтобы предоставить и бумажную банковскую гарантию, и электронную банковскую гарантию. На мой взгляд, что требования – это можно оспорить в фасе. В случае, если участник при наличии такого требования предоставит только скан, я думаю, что если вы все-таки оформили банковскую гарантию, подписанную квалифицированной подписью, заказчик это увидит из вашего скана и должен будет ее принять. К тому же он увидит гарантию в реестре банковской гарантии. Если вы предоставите бумажный скан банковской гарантии, то заказчик сможет вас отклонить на основании своей документации. И здесь нужно будет уже разбираться в фасе. Вадим спрашивает, если банк заявляет, что банковская гарантия соответствует всем требованиям, а заказчик настаивает на внесении своих дополнительных условий, как обжаловать это требование заказчикам? Вадим, не очень понятно, в какой момент это происходит. Это, наверное, на этапе, когда вы пытаетесь согласовать проект банковской гарантии. На этапе согласования проекта вы это обжаловать точно не сможете, потому что согласование проекта банковской гарантии не предусмотрено законом. Вам здесь нужно обосновывать, вам и банку, да, нужно будет обосновывать свою позицию ссылкой на нормы закона. Здесь по-другому никак. Если же вас заказчик, если вас заказчик уже отклонил, ну, точнее, признал вашу банковскую гарантию несоответствующей, то здесь только дорога в фас, в суд. Далее в следующей инстанции. Ольга спрашивает. Контракт заключен до 1 июля 2019 года. Частичный возврат обеспечения действует с 1 июля. Обязаны ли мы по заявлению поставщика произвести возврат с учетом уже исполненных этапов? Здесь ответ какой? В силу прямого указания в законе, в котором внесены эти изменения с 1 июля 2019 года. Частичный возврат обеспечения по контрактам, которые заключены до 1 июля 2019 года, возможен по соглашению сторон. То есть, если вам поступило заявление от поставщика о возврате, то вы можете как удовлетворить его, так и отказать поставщику в таком возврате. Андрей пишет. Порядок отказа заказчика от части своих прав по банковской гарантии. Вы имеете в виду, как отказывается заказчик от части своих прав ПБГ. Здесь имеется в виду в законе, что фактически заказчик не может предъявить требования в полной сумме банковской гарантии. То есть, он может в будущем предъявить требования только в той части, пропорционально не исполненном по контракту обязательству. То есть, физически этот отказ никак не происходит. Просто если заказчик направит в банк требования относительно всей суммы банковской гарантии, то банк вправе будет ему отказать, а удовлетворит только в части, в части неисполненной. Надеюсь, это понятно. Вадим спрашивает. Заказчик потребовал предоставить оригинал банковской гарантии на выполнение гарантийных обязательств, отказавшись без нее подписывать акт передачи товара. Как быть? Как быть, если банк задержал выписку оригинала на шадрис? Ну, Вадим, здесь... Вообще-то, оригинал банковской гарантии, он должен храниться у бенефициара, то есть у заказчика. В любом случае, оригинал нужно передать заказчику. Здесь нужно как-то позаботиться о том, чтобы банк заранее выпускал гарантию и, наверное, направлял ее такими способами, которые позволят ее быстро получить курьерскую службу, например. Также вы можете посмотреть ваш договор с банком. У вас же есть договор с банком на выпуск банковской гарантии. Возможно, там есть какие-то санкции для банка за нарушение сроков предоставления вам оригинала банковской гарантии. Вы можете предъявить эти требования к банку, чтобы хоть как-то возместить возникшие ваши убытки. Олеся спрашивает. Срок возврата обеспечения. Если контракт заключен, но не был исполнен из-за погодных условий, не было снега, в связи с чем был расторгнут контракт по обоюдному согласию, возврат обеспечения все равно через 30 дней? Возврат обеспечения производится в течение 30 дней после исполнения обязательств. У вас, получается, контракт был расторгнут по соглашению сторон. Ну да, у вас же был какой-то промежуточный акт по части выполненных работ? Или у вас совсем не было акта? Я думаю, что если у вас был акт, то необходимо отсчитывать срок возврата от выполнения части этих работ, от подписания этого акта, то есть от исполнения хотя бы части обязательств по контракту. Ольга спрашивает. Пожалуйста, объясните еще раз, если цена, предложенная победителем, не демпинговая, победитель не субъект малопредпринимательства, возможно, победителю, не субъекту малопредпринимательства, возможно, не предоставлять обеспечение исполнения вообще? Нет, есть две ситуации. Есть ситуация, когда закупка для СМП и СОНК, и в этом случае субъект малопредпринимательства может вообще не предоставлять обеспечения, если подтвердит добросовестность. То есть это речь о закупках только для СМП. А есть ситуация, когда был демпинг, и цена снижена на 25%. И в этом случае участник любой СМП, он или не СМП, он должен предоставить либо увеличенное в полтора раза обеспечение, либо предоставить обычное обеспечение и подтвердить добросовестность. То есть если победитель не СМП и не СОНК, то невозможно не предоставить обеспечение, если он не казенное учреждение и не кредитная организация. Надеюсь, понятно объяснил. Да, вот Александр правильно поясняет, если вы не СМП, то вам по-любому предоставлять обеспечение, если вы не казенное учреждение и не банк. Но они вряд ли, вряд ли вы про них имеете в виду. Так, Андрей спрашивает, если банковская гарантия в реестре, можно предоставлять копию? Во-первых, банковская гарантия всегда должна быть в реестре. Если ее нет в реестре, то вам заказчик откажет, точнее признает вас уклонистом. Да, вы предоставляете скан банковской гарантии. Олег также спрашивает, обеспечение гарантийных обязательств в запросе котировок у единственного поставщика требований к обеспечению не требуются. Но можно ли заказчику установить такое требование? Будет ли это правомерным или неправомерным? Олег, здесь вот ситуация сложная, потому что закон очередную для нас загадку установил с прошлого года. Но, на мой взгляд, мы с коллегами считаем, что да, заказчик может установить требования обеспечения гарантийных обязательств для запроса котировок для единственного поставщика. Если он установил гарантию, если есть соответствующие обоснования. Мы считаем, что здесь можно по аналогии применить в этом случае те нормы, которые применяются к обеспечению исполнения контракта. Но окончательная позиция будет, конечно, сформирована в фасе. Но про единственного поставщика нужно оговориться, что для контрактов у единственного поставщика у нас могут не применяться те требования, которые изложены в статье 34 федерального закона. Поэтому даже если вы установили для единственного поставщика гарантию, вы в силу части 15 статьи 34 можете не устанавливать обеспечение гарантийных обязательств. Посмотрите вот эти исключения, почитайте часть 15 статьи 34, посмотрите часть 1 статьи 96, часть 2 статьи 96. В принципе, я думаю, что право у вас такое есть, но вы можете не устанавливать, если не хотите этого делать, руководствуясь 34 статьей. Как быть в случае, Марина спрашивает, как быть в случае, если установление обеспечения гарантийных обязательств обязательно, но заказчик не установил, мы как поставщик заключили договор и исполняем его. Может ли потом заказчик заметить ошибку и потребовать доплату? Да, заказчик может заметить ошибку, и такие случаи даже есть, я о них слышал, что заказчик сначала даже подписал акты. Точнее, нет, а у вас речь о том, что он вообще не установил? Нет, здесь тогда извиняюсь, если он вообще не установил обеспечение гарантийных обязательств, ни в контракте, ни в документации, то он не сможет его потребовать. На что он будет ссылаться? Закон говорит о том, что это должно быть в извещении, в документации, в контракте. Этого нет, извещение в документации, ни в контракте. Если этого нет, то потребовать он не сможет. Я вам начинал рассказывать о случае, когда заказчик установил обеспечение гарантийных обязательств, но забыл его потребовать до подписания акта приемки, например, по первому этапу. В таких случаях, да, заказчик часто требует обеспечения гарантийных обязательств даже после приемки. Коллеги, вижу, что вопросов еще достаточно много в чате. К сожалению, время нашего вебинара не позволяет ответить на оставшиеся вопросы, но на эти вопросы мы ответим вам в письменном виде, сделаем рассылку обязательно. На этом мы с вами мероприятие сегодняшнее завершаем. Я прошу вас еще пару минут уделить опросу, который сейчас выведу на экран. Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Это займет буквально пару минут у вас. Загружаю опрос. Спасибо всем большое за внимание. Материалы презентации и ответы на оставшиеся вопросы будут направлены вам в рассылке. Приходите на наши мероприятия, участвуйте в вебинарах. Спасибо за участие. Всего доброго. Увидимся на следующих мероприятиях. Продолжение следует...